Галя, ты знаешь, нам очень понравилось ходить с тобой по улицам Тольятти, ездить в общественном транспорте. Действительно, тебя очень знают горожане, водители машут тебе рукой, приверсуют. Люди проходят и говорят, будьте здоровы, будьте счастливы. Ты очень известна в Тольятти, в стране, и я думаю, что в мире. Недаром наш клуб является международным. Ты не можешь пройти равнодушно мимо больных людей, кому нужна помощь, но порой и здоровых приглашаешь в наш клуб. Скажи, пожалуйста, в чем твое счастье, в чем заключается твоя сказка жизни? Вся, так скажем, сказка жизни, да, мне она очень нравилась, и я не хотела, чтобы она как-то рассеивалась, и чтобы это, ну, как будто бы были какие-то законы жизни. Мне это не нужно было. Понимаешь, мне очень нравится вот эта таинственность, вот это все загадочное такое, понимаешь, необыкновенное. Вот это все чудодейственное, когда я иду, и действительно какой-то другой мир, и люди в нем другие, и все другое, все в ярких красках, и все настолько нравится, настолько необычно, что ты идешь и просто радуешься жизни, понимаешь? Все тебе улыбаются, но это что-то такое, я думаю, что об этом все люди мечтают, абсолютно все, жить в такой мире. Просто у них не хватает силы воли и знаний, как это сделать, а когда ты попадаешь именно в это чудо жизни, когда исполняются твои желания, что да, тебя любят, тебя принимают такой, какая ты есть, что да, тебе все улыбаются, рады, что ты есть. И понимаешь, вот это вот общение с людьми, да, их поддержка, и хочется каждого обнять, подарить ему любовь, подарить ему радость и отблагодарить за то, что он есть в моей жизни. Я начинаю понимать, что именно это моя жизнь, самая прекрасная, самая лучшая, самая интересная. И поэтому, когда я занималась у Василия Петровича, я никогда не задавала вопросы. Мне хотелось, чтобы это было всю жизнь, вот, и он сказал, что так и будет. И я, конечно, верю только доктору Макарову, вот, и я никогда не задумывалась на том, что вот, а почему я так иду, а почему я так ощущаю. Мне просто это нравилось, и все. Я люблю это, и мне другого ничего не нужно. Поэтому, ну, никогда я не задавала вопросы. И поэтому, когда Василий Петрович начал снимать и говорит, Галя, чтобы я что-то рассказала, конечно, я сразу подумала, а что я могу рассказать? Ведь я сама вижу это как какую-то небылицу, как какое-то чудо, как какое-то, ну, так скажем, облако мечты. То есть у каждого человека есть мечта, да? Вот. А у тех людей, у которых нет мечты, они все равно живут скучно, и у них не так. Вот поэтому они живут мало, у них пропадает интерес. А когда ты живешь именно так, вот мы говорим, я буду жить больше ста лет, да, без болезни, долго и счастливо. Да я не то, что больше ста лет. Я вообще мечтаю о том, чтобы люди жили вечно. Жизнь действительно очень интересна и настолько, что ведь каждый человек, индивидуальность, да, у всех раскрывается творческая способность. И все абсолютно разные. Абсолютно. Так как же можно насладиться этой жизнью? Конечно, она должна быть вечная. Потому что вся земля и должна покрыться именно красотой. Ведь сколько действительно в мире очень красивого и интересного. Так это же еще не каждый кусочек земли, допустим, облагорожен, да, и украшен. Вот поэтому жить действительно можно вечно. Я тебя прошу сегодня жить больше, дольше двухсот лет, а на следующий раз, как я приеду, когда я приеду, я попрошу тебя жить еще дольше. Мне в этом плане нравится очень фильм «Молчание доктора Ивенца». Помнишь, когда персонаж из этого фильма, девушка, инопланетянка, ее звали Аранта, она просила доктора, доктор Ивенц спрашивает ее, «А сколько у вас живут люди?» Она говорит, и появляется образ отца ее, ну, где-то так на экране. И Аранта говорит, «Это отец мой, ему 200, там, 300, я не помню точно по фильму, ему лет». Вот, ну, если мы попросим... А это мой брат, следующий образ появляется. Ну, например, я точно не помню уже, как это в фильме. Но если мы попросим этого человека жить дольше, он дольше и живет. То есть, понимаешь, вот как это получается? То есть, я сегодня прошу тебя жить дольше двухсот лет, а в следующий раз я приеду, прошу тебя жить еще дольше. Скажи мне, пожалуйста, вот эта вот игрушка, твоя смешинка, с которой ты смеешься? Да, ну, просто сейчас закончились батарейки. Ой, а так хотелось посмеяться! Дело в том, что завтра посмеемся. Может, даже сегодня приведу чуть-чуть. Не так хотелось, я просто видела в фильме, да, как ты там смеешься со своей дочерью, с Юлей. Мы включали игрушку. Сказал, что мы должны смеяться шесть раз в неделю до упаду и один день на взрыв плакать. И желательно в субботу, чтобы слышал муж это. Ой, какая я несчастная! Ой, какая я несчастная! Доля моя горькая! Дело в том, что это действительно очень помогает. Допустим, один раз я зашла в ванну и стала очень громко рыдать. Вы знаете, а муж стал бегать по квартире и кричать «Галя, не плачь, я тебе всё куплю!» Поэтому вся макарская система направлена действительно на положительные эмоции. И потом все знают, что когда-то были люди по два метра, Атланты, и они жили по тысяче, по две тысячи лет. Поэтому я говорю, что мы должны жить очень долго. У нас очень много работы. Сделать рай на земле. Эти мысли Василия Петровича, я к ним присоединяюсь. Я тоже хочу, чтобы так было. Потому что я в детстве тоже, когда была маленькая, Я очень хотела, чтобы люди не умирали, жили очень долго. И все идеи Василия Петровича мне, конечно, очень нравятся. Я их все полностью разделяю. Ну да, будем жить радостной и счастливой жизнью. А сегодня мы готовим сюрприз в Школе долголетия, в Международном клубе долгожитель. Украшаем стену красивыми-красивыми портретами членов клуба. И всех всегда приглашаем. И всех приглашаем в клуб долгожителей. Чтобы все жили. С вами были Галина Кутерева, президент Международного клуба, и Ольга Светошова, находящаяся сейчас в Тольятти. Всем до свидания, вдохновения и здоровья. Будьте счастливы. Олечка, она у нас тоже будущая староста группы, а потом будет также президентом. Потому что все люди на земле должны нести добро. И Василий Петрович так и говорит, что клубы долгожитель, это центры энергоинфункционной медицины доктора Макарова, которые будут называться «Помогу каждому», будут во всех странах, во всех городах, во всех селениях. То есть все люди будут жить по-макаровски, чтобы был рай на земле и мир во всем мире. Спасибо доктору Макарову. Спасибо доктору Макарову. Всем доброго, всего доброго. Счастья вам. Живи спокойно, страна. Я у тебя всего одна. Все остальное в тени. Ну, извини. Живи спокойно, страна. Она у нас всего одна. Все остальное в тени. Ну, извини. Живи спокойно, страна. Я у тебя всего одна. Все остальное в тени. Ну, извини. Живи спокойно, страна. Я у тебя всего одна. Все остальное в тени. Ну, извини. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok